Смоленская АЭС На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 2985 МВт. Замечаний к работе оборудования нет. За 15 дней июня энергоблоками Смоленской АЭС выработано более 894 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 91 миллион киловатт-часов. С начала года выработка составила более 9,2 миллиардов киловатт-часов. Сверхплана – 174 миллиона. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 12 июня состоялся открытый чемпионат Смоленской области по гребле на лодках «Дракон», посвященный Дню России. В зрелищных состязаниях, организованных администрацией и профсоюзным комитетом Смоленской АЭС, приняли участие 12 команд из Москвы, Белгорода, Пушкина, Энгельса и Десногорска – более 100 спортсменов. По традиции гонки экипажей проходили на Десногорском водохранилище – уникальном водоеме с чистой водой, который отвечает всем экологическим требованиям и находится под охраной и заботой Смоленской АЭС. Мы рады приветствовать вас на площадке Смоленской АЭС в городе Десногорске. Акватория нашего водохранилища готова для того, чтобы вы показали свой опыт, мастерство и свой класс. Быстрых секунд и легкой воды пожелал участникам соревнований председатель первичной профсоюзной организации САЭС Игорь Хомяков. Одесский коллектив «Жаворонок» сектора культурно-досуговой и спортивной работы зарядил всех отличным настроением, устроив вокально-танцевальный флешмоб с флагами, посвященный Дню России. Соревнования проходили на дистанциях в 500 и 2000 метров среди мужских и смешанных команд. В упорной борьбе за лидерство сошлись сильнейшие экипажи, которые неоднократно участвовали в российских и международных соревнованиях. По итогам заездов на дистанции 500 и 2000 метров среди мужских и микс экипажей лидировала десногорская команда «Атом». Она стала обладателем трех золотых и одной серебряной медали. Эмоции, конечно, самые положительные. Результаты налицо. Все с медалями. Золото, серебро. Блестит на солнце. Погода сегодня радует нас. Соперники сильные. Всех мы их уже знаем. Боролись с ними. Но сегодня фортуна была в нашей стране. Мы были сильнее. Всем победителям и призерам соревнований вручены кубки, медали, грамоты и призы от администрации и профсоюза Смоленской АЭС. А лучшим подарком, по мнению всех спортсменов и болельщиков, стали общение и незабываемые впечатления. В физкультурно-оздоровительном комплексе Десна прошел марафон планета баскетбола «Оранжевый атом», посвященный Дню России. В нем приняли участие более 100 юных баскетболистов из Смоленской области и Брянска. Уникальность соревнований 3 на 3 в динамичности, точности, командном взаимодействии. Это новый вид спорта, который в этом году впервые будет представлен на Олимпиаде в Токио. И, возможно, среди тех, кто приехал на соревнования в Десногорск, уже есть будущие олимпийские чемпионы. «Около 100 человек сегодня участников. Это не позволяет только радоваться за сегодняшний день. И, в принципе, показывает динамику того, что количество турниров в их качестве растет. И, надеемся, после проведения Олимпиады, когда уже официально этот вид спорта стоит олимпийским, еще больше участников увидим на наших турнирах». Матчи проходили в трех возрастных категориях среди команд юношей и девушек. На Кубке было сыграно более 40 игр. Лидеры определялись по количеству побед. По итогам соревнований больше всего призовых мест у десногорцев. Команд «Ультиматум», «Томики», «Импульс», «Атом», «Десна», «Горцы», «САЭС», «САЭС-юниоры» и «Динамо». Победители и призеры отмечены кубками и памятными подарками от Центра современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом», администрации и профсоюза «Смоленской АЭС». Социально-спортивный проект «Росэнергоатома» планета баскетбола «Оранжевый атом» был инициирован в Десногорске семь лет назад при поддержке «Смоленской АЭС» и концерна «Росэнергоатом». Сегодня в проект включены практически все города присутствия атомных станций России, а также Беларусь и Абхазия. В школах, детских садах и спортивных учреждениях города активно работают секции и баскетбольные группы. Развивается спортивная инфраструктура в городе, открываются новые площадки, проводятся турниры всероссийского и международного уровня. С вами прощаюсь, увидимся через неделю, хороших вам новостей, до свидания.